Более 80 боксеров из спортивных клубов нашей области и других регионов выявляли сильнейших с 14 по 16 декабря в центре единоборств. Здесь юноши 13-14 лет боролись за кубок губернатора Омской области. Традиционные соревнования завершили календарь домашних стартов 2017 года. В целом федерация бокса Омской области, боксеры федерации выступили достойно, хорошо. У нас в этом году есть победители Европы, у нас есть призеры, первенства России, участники сильных международных турниров. В целом неплохо, в целом неплохо. И вот сейчас даже 14-15 летние мальчики заканчивают наш год, они показывают хороший бокс, характер, мужество, тактика, техника. Ну я считаю, что ребята все на должном уровне, есть к чему стремиться, у нас хороший потенциал. Никита Борила из Тивриза сражается за победу весовой категории 48 килограммов. Спортсмен серьезно готовился к поединкам кубка губернатора. Достойно выступить и завоевать путевку на первенство Сибири. Задача выполнена. Мы каждый день тренировались, в основном развивали то, что это на дыхалку, чтобы было побольше, как бы подольше в ринге выдерживали. Мы бегали, кроссы много очень, кроссов в неделю. Каждый день тренировки, на лапах, в парах работали. Ты ожидал, что ты сегодня выиграешь? Ну так, да. Я уже боксировал то, что с ним. Выигрывал. Ну тогда было полегче, чем сейчас. Сейчас тяжело было. Руслан Тюкенов представил на соревнованиях спортивный клуб «Викинг». В вид спорта мяч вернулся после внушительного перерыва. Вновь надеть перчатки и упорно тренироваться его вдохновили бои Александра Поветкина. Победитель весовой категории 50 килограммов утверждает, начинать или продолжать заниматься спортом никогда не поздно. Мы теперь будем очень плотно готовиться. Будут каждый день тренировки. Ну а планы? Я хочу выиграть и Россию, и стать сборником России. В завершении успешного для боксеров Омской области года желаем нашим спортсменам новых побед на российских международных рингах и в следующем, в 2018.